здорово народ с вами я лексус и вы находитесь на канале инвесткинг и сегодня мы поговорим о том что же делать в такой ситуации что я предпринимаю и когда же будет как так называемое но ну что давайте поговорим о том что же случилось за последние дни что интересного что будет дальше какие прогнозы сейчас опенцентром стала европа то есть страны как италия германия париж европе все очень плохо то есть акции европы буквально таки обвалились и ну фактически я считаю что европу уже почти ничто не спасет потому что у нас вниз у них и так почти нулевая ставка и поддержка понижением ставки просто не поможет вливание денег в экономику тоже не поможет и в итоге что мы видим что экономика европы но фактически полностью начинает разлагаться китай начинает запускать производство это естественно положительно но с другой стороны как мы понимаем может начаться вторая волна коронавируса в китае по той причине что все люди выйдут на работу и опять таки могут быть повторные заражены ну то есть всплеск все-таки заражение коронавирусом я считаю возможен и эпицентрум потихонечку становятся сша полки продуктовые магазины в сша просто ну искупается мгновенно то есть туалетная бумага консервы гречка там все вот такие вот продукты которые используются в питании при этом не портится просто разлетаются на ура о чем нам это говорит что в сша сейчас довольно таки сильная паника и я думаю будет она продолжаться еще недели две-три как раз вот когда у них будет вот это пиковое количество заражений но что касаемо рынков то естественно я считаю что рынки еще будут падать но я не считаю что рынки упадут еще прям супер супер сильно потому что ну сейчас включился поддержка и все вот эти факторы и даже несмотря на то что в сша сейчас назревает усиление эпидемии коронавируса но она я думаю ну простяк посадит снг 500 но еще максимум на процентов 5 вот ну и то есть но еще уже близко я считаю но супер на не будет то есть чтобы прям супер супер обвал нет такого не будет я сейчас использую эту возможность как для докупки акции то есть да еще не дно но мы никогда не знаю когда развернется рынок и я считаю сейчас если у вас есть деньги особенно идеальное время входить в рынок что касается продавать продажи активов я ни один актив свой не продал время кризиса кроме компании гис потому что я пересмотрел свою портфельную политику насчет этой компании потому что ну по фундаменталу она мне разом нравилось и я продал эту акцию и покупаю теперь компании которые сейчас на большой посадке а именно я могу вам посоветовать покупать компании это путешествие авиаперевозки и естественно ну то есть что связано с туризмом нефть пока я не трогаю я не знаю что с ним будет я единственно что сделала так купил 1 эксен мобил усреднил потому что у меня ну уж слишком большой минус был вот чтобы как бы но не мозолить себя глаза минусом я немножечко усреднил акцию но и то есть дело этого камса на самом минимальных значениях и поэтому я вам бы советовал покупать сейчас те активы которые сильно просели но при этом их фундаментал очень хорошие у них низкие обязательно процент то есть у них низкие кредитные задолженности то есть у них нету с этим планов с этим проблем то есть допустим компания карнивал который я докупал даял круизы сейчас по этим ценам это шикарные компании даже не знаю то что я их покупал намного дороже но даже если на это они все равно остаются шикарными потому что у них сейчас отличная дивидендная доходность с кредитами проблем нету то есть также можно докупать компании 3 по 200 и так далее то есть подобные компании которые сейчас связаны с путешествием но связи с кровавирусом люди не путешествуют но я считаю что коронавирус он не является чем-то таким вау или чем-то прям вот ужасным потому что ну то количество людей зараженных объективно говоря большое будет расти я думаю вырастет возможно даже до полумиллиона человек возможно чуть больше но фактически это далеко не самый смертоносный вирус и три с половиной процента или даже три процента смертности это не так уж и много на самом-то деле да это я понимаю что каждая жизнь все-таки очень дорога и это ужасно стоит с этой точки зрения но с точки зрения мировой экономики с точки зрения мирового населения это абсолютно небольшие значения вот и получается сейчас весь мир как бы видит эту проблему и пытается ее контролировать и в этом плане я считаю что особых проблем с развитием коронавируса куда-то в дальнейшую стадию более худшую там чтобы прям случилось миллионы зараженных я думаю что такого не будет потому что правительство стран всерьез взялись за этот вирус и я думаю в скором времени он будет уже побежден и пойдет на спад то есть это ну где-то пару недель может быть пять шесть недель и вирус я считаю пойдет на спад то есть вот в китае был пик и сейчас он идет на спад также будет и в европе также будет и в сша да еще немножко поволнуется там то есть немножко усилится паника но в принципе ничего я думаю такого серьезного не случится и история повторится также как с китаем то есть китай уже начинает открывать производство главное чтобы не произошло как я уже сказал повторного заражения и в принципе я считаю что в принципе все будет нормально что касаемо нефти опек плюс вообще я считаю что сейчас связи с коронавирусом опек плюс снова соберется и все-таки примет решение о том чтобы ограничить добычу нефти по той простой причине что из-за коронавируса у всех огромные убытки и никому просто сейчас не выгодно не продлевать опек плюс поэтому скорее всего опек плюс будет продлен и нет цена на нефть снова поднимется я на это очень сильно надеюсь снова честно говоря не знаю о чем могут думать те кто сидят наверху это уже зависит только от них вот но что касаемо наших инвесторских поведения наших позиций просто составляем портфель это что сейчас просила докупаем пока что не докупайте банковские сектора потому что я считаю что ну процента нулевая ставка как бы не особо позволяет банковским сектором зарабатывать и они будут работать минус и сейчас не самое лучшее время для их покупки вот ну в общем вот такие вот дела докупайте то что прям сильно просила докупайте всякие компании которые занимаются питанием то есть типа тайсон фуд возможно в волнах можно купить крафт хайнс и много чего вот такого другого классного для покупки сейчас есть поэтому друзья обязательно не волнуемся соблюдаем гигиену то есть элементарно руки моем почаще элементарно поменьше находимся в общественных местах и все будет отлично не считаю поэтому друзья не стоит волноваться не стоит переживать не стоит продавать активы просто следом долгосрочным инвестируем инвестируем сейчас очень хорошее время для того чтобы зайти в рынок особенно в те сферы которые я сказал и в принципе все будет окей поэтому друзья если вам понравился этот выпуск ставьте лайки но я с вами прощаюсь с вами был я лексус и канал инвесткинг до новых встреч друзья алили дырки